Привет, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Ольга Дуброва. Вопрос поступил такой, что посеять можно в июне и июле даже, чтобы полюбоваться этим цветением без хлопот на следующий год? Ну, конечно, это касается в первую очередь многолетников, потому что июнь месяц, конечно, самый замечательный месяц. Вот все в нем совпадает. Если мы еще в феврале, в марте, в апреле мучаемся на своих подоконниках, мучим растения в горшочках на своих окнах, то в это время все совпадает. Свет совпадает, температура воздуха замечательная, и ночные температуры хорошие, и такой резкий перепад. Единственное, что нас будет напрягать, это то, что все-таки бывают засушливые периоды, и придется помнить о поливе. А так можно сеять все, начиная от овощных культур, однолетние цветочные, которые быстротечные такие, быстренько вызревают. Ну, а нас касается сегодня, какие же многолетние. И вот я вам расскажу, какие многолетние можно сеять. Наперстянки. Вы знаете только, наверное, пурпурную, а на самом деле, кроме пурпурной, символично двулетней, наперстянки существуют многолетние виды наперстянки. Это наперстянка железистая, у которой очень оригинальные цветки. Они похожи на орхидеи. Затем наперстянка парвифлора, у которой цветки молочно-шоколадные. Ее еще называют, по-английски называют фоксглоу. То есть что-то такое романтическое. И когда вы будете проходить затем мимо этих растений, с невероятной окраской цветков и крапинок различных, то вы даже и не поверите, и обязательно задержитесь, и спросите, что это, и откуда оно к нам прилетело. На втором месте я, конечно, поставлю штук розу или альцея розея. Есть такой сорт куинни, если поискать. Он содержит смесь окрасок. И, пожалуй, это самый низкий, почему я на нем акцентирую, самый низкий из альцей. И махровые цветки при этом. Поэтому обратите внимание. Ну, а малевые теперь, которые вот именно альцея розея, они имеют разнообразные окраски. Это как простые цветочки, так и махровые, и вплоть до темно-темно-бордовой окраски. И выглядят они, конечно, в палисаднике очень замечательно. Сеем сейчас семена крупные, вообще без проблем. На откуп природе отдаем, главное, следим за влажностью, как я уже говорила. И затем, на следующий год, примерно в это время, начнется уже отрастание цветоноса. И, глядишь, уже к концу июня начнется и цветение. На третье место я поставила гвоздику. Это, конечно, гвоздика бородатая. Она как бы двулетнее растение. Но иногда она так размножается и размножается самосевом, что даже и не понимаешь, что это произошло. И так вот можно было, да, что вроде бы ты и не сажаешь, а она все молодая и молодая. И очень интересный вид гвоздики, диантус, которая называется пышная, супербус. Эта гвоздичка интересна тем, что ее цветочки очень рассеченные, лепесточки. Они просто выглядят как ароматные кружева. И, кстати, вот аромат – это одно из достоинств вот этих старомотных гвоздик. На четвертое место я поставлю аквилегию. Хотя вот тут я немножко боролась с собой, чтобы поставить, кого поменять местами. Но четвертое место отвела я аквилегии или водосбор, потому что аквилегия более такая распущенная девица. И она потом гуляет по огороду, где хочет, и различные окраски приобретает. Совершенно не те, которые вы когда-то посеяли, если это еще гибрид какой-нибудь. Есть такой сорт, который называется Манстит Уайт. И считается, что ее выбирала сама Гертруда Джекилл. Кстати, вот если вы еще не знакомы с Гертруда Джекилл, правда, ее уже нету в живых, это суперсадовник прошлого века. И если у вас нет никакой ее литературы, обязательно найдите. Если вы найдете на английском языке, все равно приобретайте, скачивайте с интернета. Если вы даже не понимаете английский язык, вы посмотрите картинки. Это будет такое вдохновение, такая подсказка для будущего вашего сада. Оно просто изменит абсолютно ваш подход к вашему участку. Я думаю, что вы откажетесь от помидор и огурцов, если вы познакомитесь с каким-нибудь пособием Гертруда Джекилл. Но это так, отступление, извиняюсь, если кому-то досадило. Далее, группу такую, чтобы уже ускориться с виду, это будут незабудки. Конечно же, виолы и слегка позабытое растение такое, как локфиоль. Очень любопытное растение. Сейчас мы его посеем, легко всходит. Буквально через дней 10 всходы появляются. Потому что, когда мы мучаем его на подоконнике, то там не удается за счет того, что нет этого перепада между дневными и ночными температурами. Иногда ему то либо совершенно холодно, допустим, где-то в марте месяце, то очень-очень даже и жарко. И поэтому бывают такие вот неуспехи. Так вот, локфиоль – очень красивое растение. С ароматными, оранжевыми, красно-оранжевыми, желтыми цветками в зависимости от сорта. Но заострю внимание, еще двулетник такой называется компонула медиум, колокольчик средний. Ну, типа двулетник. Иногда он ведет себя как малолетник. Вот замечательное растение. Называют его в Англии кентаберийские колокола. Потому что, в самом деле, его красивые колокольцы, они настолько прочные, что кажется, что они сделаны из воска или пластика. Куст встроенный, замечательный. И вот в эту пору примерно начнется уже бутонизация в следующем году, если вы сейчас его посеете прямо в грунт. Ну, из таких вот редких растений порекомендую анхузу. Анхузу лазурную. Ее можно посеять не только, посадить потом в грунт, выращивать в грунте, но и потом можно посадить в какое-то кашпо. И это будет волна синего цвета у вас даже с какого-то не спадающего каскадом горшочка. Ахиллея. Ахиллея может кому-то и не понравится, но без проблем сеется, очень хорошо всходит, что также очень приятно. На 7-10 дней и появятся всходы при постоянном увлажнении. Различные виды. Я думаю, вы выберете свой. Высокие, низкие, средние. Не только желтые окраски, а и белые, и опушенные, и всякие. Короче, вот хороший результат. И в следующем году порадуетесь в самом деле. Арабис. Зайдет через 2 недели, потому что, может быть, даже уже скоро и семена его вызрюют в открытом грунте. А свеженькими посеять замечательно. А обриета или обриета иногда называют. Сходить будет немножко дольше. Не забывайте проливать в то место, где она произрастает. И на следующий год вы получите красивый такой вот цветущий морской ковер из голубых или розоватых цветочков. Ну и для того, чтобы какую-то пользу внести в ваши цветники, попробуем давайте агастафи или многоколосник. Потому что это растение, кроме того, что оно пряноароматическое, оно красиво, любят его очень дизайнеры, застроенные цветоносы. Вроде бы оно крупное, но в то же время оно очень компактное. И привлекает много пчелок. Ну а пчелки опыляют. И все получается урожай не только конкретно у этого растения, но и у всего вашего сада. Поэтому вот выбирайте из всей этой компании. Тут, наверное, уже не топ-10, а учитывая виды там топ-15. Но это для того, чтобы можно было еще это выбирать. И вот растения достаточно надежные, неприхотливые. И в следующем году, начиная с июня месяца, с июля месяца кто-то начнет украшать ваш сад уже своим пышным цветением.